Я очень не люблю, когда художникам отказывают в праве высказывать свое мнение, потому что мы художники такие же граждане нашей страны, как и все остальные. Я начал писать музыку с шести, наверное, лет. Ничего другого, как играть на инструменте и вообще заниматься музыкой, я не умею и никогда не умел. Я не верю во вдохновение. Я пишу музыку, собственно, садясь за инструмент, уже зная, что мне надо в конкретный момент написать. Самое сложное — это начать писать музыку. То есть особенно сложно садиться перед пустым листом. Но когда этот процесс затягивает, вдохновение рождается от труда, это говорил еще Патролий Чайковский. Может не выходить работа час-другой, но на третий все-таки начинается. И она затягивает меня действительно так, что я просто забываю элементарно сходить, поесть. Когда я пишу музыку, время как-то совершенно по-другому идет. Работа над музыкой в кино, она все-таки связана с определенным режиссером. То есть у каждого режиссера свой подход. Кто-то уже знает, что он хочет. Кто-то еще не знает и готов до последнего бороться, заставляя переписывать по 20 раз какой-то фрагмент или, может быть, даже всю музыку в фильме. А кто-то ставит просто четкую задачу, которую ты, как профессиональный композитор, ему представляешь. Как раз Кирилл из тех, кто уважает тебя как профессионала и доверяет тебе как профессионалу в твоей деятельности. И он прислушивается ко мне как композитору. В чем-то мы можем поспорить, но всегда он делает это очень корректно и может убедить, в чем я не прав. У нас очень много разных проектов, причем в разных совершенно областях. Это и балет, это два балета в большом театре. И музыка-кино, и драматическая музыка. И многое еще планируется и, безусловно, состоится. Я считаю, что музыка-кино очень недооценена современным нашим, тем более, российском кинематографе. Многие режиссеры ее, я знаю, боятся. У нас очень много сейчас фильмов выходит без музыки. Хочу напомнить, что кино – это все-таки такой синтетический жанр, где есть и слово, и, собственно, изображение, история, и музыка как важная часть. Поэтому больше доверять надо музыке. Пользовавшись очередным кризисом, Непа Сталин объявил о великом переломе, наступлении социализма по всему фронту. Поставленные перед страной грандиозные задачи, потребовавшие централизации напряжения всех сил, привели к формированию жесткого политического режима, не последнее место, в котором занимал государственный террор. Кому неинтересно, узнаем на ЕГЭТ. Дело в том, что есть все-таки массовое, так скажем, искусство, и оно несет такой более развлекательный характер. А есть искусство, которое формирует культуру, в данном случае, скажем, нации. И оно несет образовательный смысл, и в том числе репрезентативный смысл, потому что мы, как носители этой культуры, все-таки должны показывать свои достижения, в том числе всему миру, но и, собственно, и самим себе. Важно, чтобы классическое все искусство изучалось, вдохновляло и создавалось в наше время. Есть, да, такая мифология, что кто платит, тот и музыку заказывает. Но надо понимать, что значит государство. Это же не какие-то несколько человек, которым принадлежат наши с вами деньги. А в данном случае государство просто делегирует полномочия профессионалов. Профессионализм у этих людей у вас не должно быть сомнений, потому что мы всю свою жизнь к этому шли. Вы можете быть не согласны с фильмом, не согласны с тем, как он снят, о чем он снят, но дать возможность человеку, художнику, высказаться, воспрепятствуя этому, вы не имеете права. Время, оно нас вдохновляет на какие-то новые вещи, безумные абсолютно. И я думаю, что к чему-то это все приведет, да и, в общем-то, уже приводит, потому что сейчас искусство русское театральное, особенно в мире, является одним из таких ведущих. Русская культура, безусловно, расправит плечи, если мы начнем думать о наших современниках и о будущем, а не постоянно говорить о том, какие у нас были великие композиторы и писатели, совершенно не давая возможности творить тем, кто ходит сейчас с нами по тем же улицам и кому, собственно, нужна наша и ваша поддержка. Дайте просто возможность нам писать музыку, снимать кино, ставить спектакли. Может быть, не сотни, но десятки блестящих имен все-таки останутся в истории, я верю в это. Субтитры создавал DimaTorzok